всем ребята добрый вечер сегодня у меня будет некая такая болтология ни о чем я уже говорил что некогда на этой неделе вообще снимать влоги ну вернее я снимаю ну в основном это проходит действие в гараже поэтому я вот немножечко так в плед укутан потому что у нас очень холодно у нас на улице ночью уже там до 4 градусов и отопление пока не включено хотя когда мы звоним в 004 нам говорят что ваша управляющая компания говорит о том что у вас тепло есть но у нас по сути тепла нету вот поэтому на следующей неделе буду выбирать время если не дадут отопление пойду в управляющую компанию разбираться почему у нас нет тепла ну реально холодно вот в постели ложишься такое впечатление что ты ложишься в морозильную камеру очень холодно прямо ледяная даже не прогревается иногда даже приходится открывать окно чтобы теплый воздух то что иногда бывает что за окном теплее чем дом у нас еще я говорил о том что деревья очень высоко и не попадает свет поэтому стенки не прикрывается очень холодно вот эпопея с гаражом продолжается и продолжаться она будет еще ну довольно долгое время значит спокойной обстановке могу объясню что это вообще такое хозяин этого гаража был каким-то летчиком и через какое-то время какое-то время на этой машине ездил загнал ее гараж ну я так понимаю что они ее загнали в гараж но перед этим гараж уже был захламлен всем чем только можно поскольку мы вытащили где-то наверное около 20 мешков просто пустой стеклотары это и трехлитровые банки и бутылки из под вина водки шампанского я не знаю там пиво молока не знаю зачем они собирали эти бутылки вот сегодня нашел разные коробки спичек затем я нашел коробку с советскими упаковками из-под кремов одеколонов и прочего советской такой косметики тех времен то есть меня сложилось такое впечатление во первых что эти люди были связаны как-то с украины потому что на некоторых моментах проявляются надписи украины и даже на колпаки от волги на хромировом написано только для поездок в украину видимо они как-то были связаны может быть они сами были оттуда может быть родственники вот по поводу номерных знаков лео тоже непонятно либо это ленинград либо львов тоже как понять может быть и оттуда поэтому я так понимаю что в то время люди собирали все что только было возможно и тем самым гараж захламлен был полностью и после того как машину он туда загнал он через какое-то время скончался через какое-то время потом скончалась его жена и я так понимаю что пока сестра не очухалась этот гараж 20 лет стоял в таком виде и потом видимо сестра поняла что от гаража надо избавляться и вместе с машин она решила продать вот как раз таки папиному начальнику вот он решил что ему машина не нужна но нужен гараж и так получилось спонтанно что вот мы приехали посмотреть эту машину оказалось что она для своих лет в очень хорошем состоянии и она в куче но там есть конечно ржавые места есть какие-то небольшие дырочки но это не страшно то есть это все восстанавливается и слава богу что весь хром целый и все детали вот этого автомобиля имею ввиду по салону вот эта вся мелочь вся в сборе там даже дверные замки дверные замки они новые вещи просто вот реально новые замки поэтому пока сейчас будем усиленно пытаться эту машину заводить вот как только мы заведем и поставим на ход можем можем быть спокойны в любой момент как только нам скажут что гараж нужно покинуть мы заведем машину и уедем и уже будем искать другое место для парковки так что ребята вот такие дела времени концентрафически не хватает поэтому ну разбираем гараж что-то вывозим что-то выбрасываем сами понимаете да что большие мешки мусорные тоже не везде выбросишь потому что в обычном дворе этого сделать не разрешат поэтому приходится искать какие-то заброшенные помойки такие вот и туда это все выбрасывать так что время ребят ни на что не хватает и как-то уже за неделю вымоталась мне вот знаете проще гораздо там отвести какой-то заказ клиенту да и получить деньги и на этом быть свободным там сделал два-три заказа там получил свою определенную сумму и все нежели чем ноут есть люди которым это нравится и они постоянно заниматься тем что они разбирают старые гаражи но это честно сказать очень тяжело поэтому когда люди говорят что наем машины 5000 рублей это слишком дорого ребят попробуйте разберите гараж так что вот что по поводу ютуба я не забрасываю youtube несмотря на то что у меня количество подписчиков в принципе не растет я это дело не бросаю я иду как говорится до победного вот видимо не пришло еще то видео которое должно выстрелить вот потому что я еще раз говорю на любом канале у которого мало пока подписчиков нужно какое-то видео чтобы она выстрелила и вот когда она выстрелит вот тогда пойдут уже непосредственные подписчики просмотры и так далее что же касается комментариев очень удобная вещь комментарий на одобрение потому что когда нет возможности заниматься youtube каналом то есть контролировать то непосредственно все сообщения которые приходят сначала читаешь их ты и ты неадекватные комментарии можешь просто блокировать а этих неадекватных комментариев не так много но они есть в первую очередь это комментарии с укором типа вот из тебя никакой блогер или там вот у тебя там это не так это не такой у тебя тут сковородка грязная или тут у тебя там на кухне что-то они там нашли но это вот люди реально которым нечем заняться они сидят и выискают у кого чего грязного у кого нет но в любом случае я говорю что это моя жизнь и я живу так как я живу я не собираюсь извините если мне напишут что вот у тебя там старая сковородка или допустим ты замешиваешь блины в старой миске что я пойду сейчас эту миску выбрасывать и покупать новый да нет конечно вот поэтому я пользуюсь тем чем мне удобно то что мне нравится то что у меня есть и мне абсолютно по барабану что мне скажут хейтер и прочее я даже не знаю как назвать прочий сброд людей которым лишь бы только вот поглумиться но слава богу меня радует что больше адекватных зрителей и спасибо вам огромное за то что вы у меня есть и добавляетесь ко мне друзья в контакте и пишите мне хорошие сообщения вот некоторым людям просто отдельно хочется вот смайлик виде сердечка потому что такие сообщения душевные это приятно это радует и это поддерживает тебя и дает тебе стимул на то чтобы продолжать все таки вести канал иногда бывают такие моменты и это многие блогеры знают что не хочется ничего снимать это думаешь да катись она все конем не хочу ничего и и потом все таки ты понимаешь что проходит какое-то время ты отдыхаешь что-то там какой-то день не снимаешь и потом ты понимаешь что ты не можешь без этого что тебе нужно снимать вообще в принципе влоговая тематика она по сути самая сложная потому что здесь в принципе ни на чем не выехать просто обычная жизнь если там допустим обзор или еще что-то пранки там еще какие-то видео там можно как-то выкрутиться то влог он какой есть такое есть единственное что я говорю что я сам смотрю влоговые каналы и я очень не люблю те каналы которые когда я вижу что человек реально врет и что он играет на камеру есть такие каналы и среди моих ну те которые я смотрел когда-то и я такие каналы таких каналов сразу отписываюсь когда вижу там сплошное вранье потому что если допустим месяц назад человек говорил что у него там нет денег и прочее и через месяц он покупает себе там дорогую машину да допустим и спрашивается а чё же ты месяц назад ныл на камеру что ты такой бедный несчастный тебе не на что там кусок хлеба купить и через месяц вдруг ты покупаешь машину да или там допустим вот у меня так все плохо мнение денег и через месяц ты видишь что человек там где-нибудь отдыхает на гаити на бали и так далее ну или там сегодня он говорит одно а через неделю он забывает и говорит абсолютно другое противоречит тому что он говорил поэтому такие каналы я не люблю что же касается как набрать подписчиков вы знаете я уже говорил что нужно чтобы у тебя какое-то видео выстрелило это раз либо брать за основу какой-то чужой канал но это не честно или просто есть каналы которые накручивают подписчиков вот к примеру элементарно был канал императора и те кто хейтеры и многие кто были раньше на моем канале не знают кто это такой к счастью сейчас данного персонажа на ютубе нет он смылся грубо говоря но он понял что ему ловить на ютубе нечего вот хотя у него была такая задача и он говорил что он там наберет сколько-то там миллион подписчиков но это очень я думаю что он себе льстил когда говорил что наберет миллион подписчиков и вы с таким бредовым контентом как у него это это невозможно тем более когда человек извините меня покрывает матом всех и вся и все у него кругом дебилы один он адекватный человек но извините здесь на этом не выйдешь так вот к примеру если взять его канал то его эти 1300 подписчиков от 1100 подписчиков которые были это были зрители саша шапика который ему любезно помог и эти зрители саша шапика перебежали к императору сейчас потихоньку они удаляются потому что он прикрыл свою лавочку также был еще один youtube канал он и сейчас существует у него был какой-то момент когда там каждый день прибавлялось по 100 и более подписчиков и сейчас канал перешел в рубеж 1300 подписчиков и дальше все просмотров нет подписчиков нет это говорит о том что подписчики накрученные ибо тебя смотрит 100 человек а где же извините меня остальные 1200 это что не живые подписчики получается получается что ты их купил это тоже неправильно поэтому как раньше говорил леонид ильич брежнев мы и всеми мильными шагами в светлое будущее вот тоже самое у меня я иду семи мильными шагами светлое будущее потихонечку 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 я наберу свою первую тысячу подписчиков я надеюсь на это зато это будет частная тысяча я говорю что у меня очень такой контент понимать влоговый контент он тоже разный бывает допустим если это влоговый контент людей от 50 и выше то здесь интереснее как раз таки такого возрасту таких же зрителей если у тебя контент например когда есть маленькие дети допустим да вот там дети ходят детский сад в школу и вот эти все школьные проблемы там вещи не вещи сколько стоит например вот как вот у алеси да на канале жизни краснодаре вот стрельнуло видео сколько стоит ребенка собрать школу потому что сейчас это проблема номер один это всем интересно да потому что сейчас очень дорого собрать ребенка в школу поэтому непосредственно это и как бы пользуется спросом а в моем случае ну по идее меня должны смотреть контингент от 30 ну моего возраста там от 25 до 35 но как правило люди такого возраста смотрят отнюдь не влоговые канала другие там пранки прочее 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 обзоры какие-то автомобильная тематика поэтому чего смотреть на мою жизнь как я живу поэтому особо то у меня может подписчиков и нету если бы у меня была возможность снимать какие-то обзоры на автомобиле да но я не автомобильный журналист и мне этого никто не даст на это пресс-парк мне автомобиль не предоставит потому что я в принципе не блогер автомобильный поэтому мне не дадут поэтому приходится семимильными шагами набирать или вот с миру по нитке этих подписчиков конечно можно было сейчас потратиться купить подписчиков которые тебя будут смотреть не мертвых подписчиков а именно живых но я не хочу я хочу чтобы мне все было по-честному но единственное говорю меня радует то что youtube не дал возможность общаться с новыми людьми дал мне возможность приобрести друзей и это очень приятно когда ты можешь общаться с другими людьми из других городов наблюдать за их жизнью они наблюдают за тобой и это очень здорово это очень прекрасно и я надеюсь что так это и будет продолжаться ну когда-нибудь да я наберу свои тысячи подписчиков я уже не говорю там про эти кнопки я про них даже не думаю не про серебряную не про какую а именно вот чтобы было потому что после 1000 подписчиков будет легче тебя будут смотреть потому что но пойму что у тебя уже там тысяча рубеж прошел поэтому так что вот так еще один такой тоже немаловажный момент очень много мне пишут в комментариях задавая различного рода вопросы у меня нет сейчас возможности отвечать на эти вопросы мне гораздо проще на них ответить именно в видео мне проще сказать чем написать а вот и вы знаете такой вопрос который звучит и задается практически многими зрителями это почему племяшка живет со мной с нами вернее они с родителями поэтому ребята вот по примеру олесе я бы хотел может быть тоже вам предложить если у вас есть какие-то вопросы да пишите в комментариях и я постепенно буду эти вопросы собирать это не означает что я именно завтра буду на них отвечать может быть за месяц там да я под накоплю все эти ваши вопросы и просто потом также видео сниму и вам отвечу потому что еще раз говорю писать отвечать вот в комментариях под каждым вопросом я не могу мне во первых на это просто физически нет времени а во вторых это просто вот мне проще сказать мне чем написать поэтому уважаемые зрители моего канала и вновь приходящие люди если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях ну можно под этим видео которое выйдет под любым видео я просто буду тогда записывать на бумажку и непосредственно уже потом вам найти вопросы отвечу соберу вот и попробую вам ответить так что вот так а на этом наверное ребята все немножко мы с вами пообщались я никуда не пропал вот но пока вот ближайшее время видео будут посвящены гаражу и новенькому ну как сказать старенькому новенькому автомобильчику так что кому интересно смотрите ну кому не интересно извините пока контента другого не будет вновь приходящие люди если вам нравится такие видео и нравится мой канал то подписывайтесь я буду только рад ставьте лайки для продвижения моих видео в глубь ютуба так скажем вот а на этом все ребята всем большое спасибо что вы меня смотрите что вы со мной что вы меня в каких-то моментах поддерживаете за это вам огромное огромное спасибо все всем спокойной ночи всем хорошего настроения и всем пока пока пока